Всех приветствую, мои дорогие! В этом видео буду показывать свои покупки из магазина Улыбка Радуги. Пошла я туда, потому что у нас открылась новая Улыбка Радуги. Мне было интересно посмотреть, что там у нас, какой ассортимент, какие марки представлены. К тому же в этот день была скидка в 15% на все. И, конечно, вышла я оттуда не с пустыми руками. И давайте покажу, что я приобрела. Начнем с неинтересного. Взяла бумажные платочки. И стоили они 6 рублей. Мне где-то рублей в 5 со скидкой обошлись. Также взяла влажные салфетки детские, 20 штук. Мне нравятся такие салфетки класть в сумку, либо в коляску, чтобы у меня всегда с собой были. Красивое оформление. Салфетки тоже хорошие, с приятным ароматом. Я уже такие брала. И стоили они 19 рублей. Мне рублей в 16 обошлись. Вот так вот они симпатично выглядят. Также я взяла ватные палочки. Вот так называются. Здесь у нас 200 штук. Я последнее время беру не в баночках, как раньше ватные палочки, а вот в таких пакетиках и перекладываю в баночки. Так, и стоили они 26, по-моему, рублей. Мне в 22 рубля обошлись. Ватные палочки всегда нужны, поэтому... Следующее, что я вам покажу тоже от этой же марки, это ватные диски. Здесь у нас 150 штук. Так, и стоили они 48 рублей. Мне обошлись в 40 рублей. Я там прям до копеечек не называю точную сумму. Вот так выглядит. И тоже у меня ватные диски достаточно быстро идут, поэтому всегда нужны. Следующее, что я взяла, это у нас расческа. Расческа с зеркалом. Вот так она выглядит. Меня она привлекла своим размером. Стоила она, по-моему, 70 рублей. Сейчас я вам поточнее посмотрю. У меня просто здесь чек в руках, и я в него смотрю. Так. Конечно, когда нужно быстро что-то посмотреть. В общем, стоила 70 рублей, плюс еще скидка. Меня она привлекла своим размером. Единственное, что, конечно, мне хотелось бы в другом цвете, но были только такого цвета. Давайте посмотрим, как она тут выдвигается. Вот здесь такие достаточно удобные зацепки. И, как вы видите, здесь у нас идет расческа. Вот так. И здесь у нас идет зеркало. И мне кажется, очень удобно бросить в сумку. Посмотрите, небольшого размера. И всегда под рукой будет и зеркало, и расческа. И этой покупкой я довольна. Следующее, что я взяла, не удержалась, это были два бальзама для губ от Гималая. По-моему, это марка называется. Если я неправильно называю, то извиняюсь сразу. На них был красный ценник. Стоили они по 47 рублей. Но, знаете, в Улыбке Радуги в день скидки скидка действует и на товары с красным ценником, как мне объяснили. И вот как я сейчас смотрю в чек. Да, стоили 47,50. Мне в 40 рублей 40 копеек каждый обошелся. Причем они были по одной штучке, вот так висели. И я решила оба забрать. Первый у нас интенсивно увлажняющий бальзам для губ с маслом какао. И второй бальзам для губ с маслом ростков пшеницы. Конечно, у меня бальзамов много. Хотя, знаете, за год у меня, ну так, подрасходовались тоже достаточное количество бальзамов, я считаю. Такие я еще и такой марки не пробовала. И решила, почему бы не взять за такую цену. Пока открывать не буду. Будут лежать, тем более не за горами холода. А в холодное время года бальзамы у меня намного быстрее уходят. Следующие покупки это были резиночки для старшей дочки. Как-то она вот умудряется, то теряются, то рвутся. И я периодически подкупаю резинки. Первый набор стоил 54 рубля и тоже минус скидка. Как вы видите, здесь достаточно много резинок. Тянутся. И вот, на какое-то время дочке хватит. Второй набор 73 рубля 40 копеек. Тоже и еще минус скидка. Здесь вот такие тоже симпатичные резиночки. Тоже тянутся. И тоже надеюсь, что на какое-то время хватит их, послужат дочке. Дальше, что я вам хочу показать. Это был крем для тела с маслом какао, питание и увлажнение. Тоже вот от марки Гималая, по-моему, называется. На него тоже был красный ценник. Сейчас я найду, сколько он стоил. Если, конечно, найду. Так, так, я извиняюсь за задержку. Просто тут в чеке и скидка, и не скидка. И все это так растянуто надолго. Даже я почему-то в чеке не вижу его. Так, все-таки сейчас найду. Для губ вижу в чеке. Так. А, нашла 100 мейлон. 80 рублей. Мне обошелся в 68,40. Обычно я кремами для тела не пользуюсь. Ну, вот этот крем уже не удержалась, попробовала. Правда, я его только на руки наносила. Не на кисти рук, а вот от кисти до локтя. И хочу сказать, что он практически моментально впитался, чем мне понравился. И что здесь приятный аромат. Я, как вы видите, уже его открыла, заинтересовала. Вот так он выглядит внутри. Он такой, как немножко маслянистый, но достаточно быстро впитывается. Такой даже немножко, как аромат шоколада. Приятный аромат. И пусть будет. Следующее, что я взяла, тоже красный ценник. Это у нас органик китчен, шоколадный мафин, питательный гель для умывания. Органический белый шоколад и свежее кокосовое молоко. Вот такая баночка. 100 мл. И вы не поверите, я у многих подобные баночки с разными продуктами вижу в видео. Но сама я ни разу не пробовала. И вот, когда увидела вот эту баночку, решила взять, попробовать, хотя бы ознакомиться, что у нас в этих баночках, и что за продукты, и что за ароматы там, и как они будут действовать. Стоил 60 с копейками, мне в 53 рубля обошелся. Вот, воспользовавшись тем, что красный ценник, решила тоже узнать эту марку для себя открыть. Следующее, что я вам покажу, это были у нас два крема для рук. Крема для рук я достаточно часто использую и покупаю периодически разные. Сейчас я вам скажу тоже цену. Так, вот этот бальзам для рук Ши и Макадамия для сухой и потрескавшейся кожи. Извиняюсь, стоил он 86 рублей, мне в 73.50 обошелся. Меня он привлек названием и тем, что для сухой и потрескавшейся кожи у меня на руках кожа проблемная. Ну вот, знаете, аромат что-то. Сейчас давайте с вами посмотрим. Да, аромат приятный. Почувствовала только, когда на руку нанесла. Тоже такой какой-то, немного как маслянистый. Сейчас посмотрим. Я люблю, когда крем быстро впитывается. Ну, практически вот уже впитался. Конечно, надо подольше попользоваться. Первое впечатление бывает обманчивым. И второй крем, который меня заинтересовал вот от такой марки, не знаю, как правильно произносится. Это у нас уже питательный крем для рук, без парабенов, пантенол, масло Макадами. Что-то меня везде Макадамия привлекла. Здесь 100 миллилитров, а и здесь 100 миллилитров. Так, и вот этот второй крем у нас стоил... Сейчас я вам скажу, сколько. Стоил он 40 рублей, мне обошелся в 35 рублей. То есть цена меня тоже привлекла. Я решила, за такую цену стоит брать и пробовать. Дальше. Решила я еще взять отбеливающий крем, выравнивающий тон кожи. Если я ничего не путаю, то, как мне показалось, именно про такой крем говорила Юлечка, Юля Олегра, что такой крем хорошо действительно отбеливает, убирает пигментные пятна. Ну, я могла ошибаться, могу ошибаться, но мне показалось, что вот именно про такой крем шел разговор в ее видео. И я решила попробовать, потому что у меня есть какие-то и пигментные пятнышки, и пятнышки пост-акне. И я периодически что-то пробую. И вот решила и такой крем попробовать. Здесь у нас 50 грамм. Вот так вот он выглядит. Коробка значительно больше выглядит. Нет, ни инструкции там ничего нет. Отбеливающий крем, выравнивающий тон кожи. Фитовитаминный комплекс. Люцерна. Шафран. Вот, кому интересно информация. Главное, мне еще, конечно, регулярно пользоваться. Я, знаете, бывает, начинаю чем-то пользоваться, а потом забрасываю. А это, конечно, неправильно. Так, стоил он сейчас вам... Я его, причем, после видео Юлечки везде пыталась найти. И, если честно, нигде его не видела. И когда он мне попал на глаза в улыбке радуги, я даже обрадовалась. Так, сейчас я вам скажу. Для лица. Так, крем. Стоил он 200 рублей. Со скидкой мне обошелся в 171 рубль 70 копеек. То есть, не могу сказать, что прям совсем бюджетный. Ну, если он действительно подействует, то, знаете, за хороший крем, как говорится, не жалко любую цену заплатить. Вот так выглядит. И последнее, по-моему, что я взяла. Причем взяла в двух экземплярах. Это был у нас от Пропеллер крем-праймер. Мне настолько понравилось описание, что я взяла два, потому что их там всего три стояло на полке. И точно из такой же серии от Пропеллер, вот тоже в красной коробочке, еще был биби-крем. Но так как не было тестеров, и я не знаю, там даже не было написано, какой оттенок, то биби-крем я не рискнула взять. Потому что сколько вот я брала биби-кремов, у которых даже был написан оттенок, был оттенок самый светлый для меня, они были темными. Этот крем-праймер стоил каждый 115 рублей. Мне он обошелся в 97,80. Я решила взять, взяла сразу два. Я подумала, так как я больше нигде подобное не видела, но я так понимаю, что это новинка. Я решила, что вдруг он мне понравится, а потом я его найти не смогу. Здесь вы видите, здесь написано, что это матирующий крем-праймер для лица с расширенными порами, выравнивает микрорельеф кожи, сужает расширенные поры, снимает жирный блеск, блокирует появление прыщей. Я не могу сказать, что у меня прям сильно расширенные поры, но да, поры есть, и поэтому вот чисто по описанию. Пропеллер у нас неплохая марка, насколько я знаю. Ну, я сама этой маркой некоторыми продуктами пользовалась. Вот. Я еще не пробовала, я решила попробовать выходные, потому что, если что-то пойдет не так, вдруг на него как-то тональный крем не ляжет или раздражение будет, чтобы у меня была возможность умыться и заново сделать макияж, потому что на неделе с утра я макияж делаю быстро, так как встаю рано, мне надо в сад и в школу собрать и отвезти детей, и поэтому утром у меня нет возможности нанести средства, если что-то пойдет не так, полностью умыться и заново сидеть, краситься. Поэтому вот пока до выходных отложила, и надеюсь, что выходные удастся попробовать, потестировать. И это были все покупки. Я там еще гематогенки покупала, но их уже дети съели, стоили они по 18 рублей. По-моему, тоже была красная цена или что-то такое. И хочу сказать, что из декоративной косметики больше ничего я там не присмотрела. Возможно, из-за того, что магазин недавно открылся, там еще не полный ассортимент. Но вот именно декоративной косметики, там было немножко эссенс, причем мне показалось, что дорого даже на те товары, на которые скидка была. Совсем чуть-чуть. Мэйбелин, был стенд с Вивьен Сабо, чуть-чуть было ламель, но из того, что было, мне ничего не приглянулось. По-моему, марка Белла Оджи, или как-то так называется. Вот от нее немножко было. И, по-моему, даже больше ничего не было других марок. Ну, возможно, со временем будет, но ни флормар, ни арт-визаж, ничего вот такого там вообще не было. Поэтому вот взяла то, на что глаз упал. То, что меня привлекло. Это были все мои покупки в Улыбке Ратвике. Всем огромнейшее спасибо за внимание и до новых видео, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!